Если, допустим, в темное время суток или где-то безлюдное место, какой-то неосвещаемый переулок, встречает вас человек, можно сказать, нетрезвый, и начинает принимать какие-то требования. Если, допустим, просят, не просят, а заставляют в разрезанном виде вас предоставить ему какие-то либо деньги, либо сигареты и так далее, и, может быть, даже в оскорбительном тоне, то в данном случае, конечно, у вас будет реакция на то, чтобы отказать ему в этих его требованиях заявленных и сделать так, чтобы прекратить этот, начав себя на пустом месте, можно сказать, конфликт. И вот здесь вот есть самое главное, что вы должны знать. Почему я это сейчас рассказываю? Потому что, если все это дело понять, допустим, очень будет проще понять, что же творится. В библиотеке имени Олега Куваева состоялась историческо-патриотическая встреча с ветераном боевых действий Игорем Загорским. Провели ее в рамках реализации проекта «Подвиги наших земляков». Мужчина стоял у истоков создания магаданского ОМОНа. Игорь Загорский – военный, служил в горячих точках, руководил танковым взводом. Политика и война неразрывно связаны, отмечает Игорь Загорский. Военное дело основывается на выполнении правил, методов ведения именно военных действий. Но считаю, что самое главное для не только военного, а и вообще гражданина страны – это вера. Как отмечают организаторы встречи, такой диалог поможет молодому поколению разобраться в политике и военном деле. Основная цель беседы – передача опыта, а также историческое и духовно-нравственное воспитание. То есть создать необходимые такие условия для своего оппонента...